Ислам для меня является смыслом моей жизни, потому что для практикующего мусульманина или мусульманки ислам неотделима и от светской жизни и от религиозной жизни, потому что ислам он такая религия, которая, если ты в исламе, то ты живешь в ней полностью, то есть вся твоя работа, все твое существование уже идет в рамках канонов ислама. Ислам является объединяющей силой, потому что разные народы, придерживающиеся ислама, объединяют нас вокруг себя. И как язык, который объединяет вокруг себя одну народность, проживающих в разных территориях, потому что, например, для татар, татарский язык, он является объединяющей силой, где бы мы ни проживали, за рубежом, в Сибири, астраханские татары, сибирские татары, казанские татары. То есть для нас язык и наша культура являются тем, что это нас объединяет. Поэтому знать свою культуру, свой язык и передавать его для будущего поколения, мне кажется, является на сегодняшний день очень приоритетным, потому что мы живем в таком глобальном мире, где нет ограничений. Поэтому культура, язык, они становятся, для языка и культуры становится такая граница прозрачной. Поэтому, чтобы объединиться вокруг себя и передать то наследие, которое мы получили от наших предков, мы должны передать уже будущему поколению наш язык, нашу культуру, наши традиции, обычаи. Это не только, например, Сабантуи. Сабантуи у нас знают уже во всем мире. Но у нас есть еще ученые, которые были знамениты до революции во всем мире. По их учебникам учились из-за рубежом. То есть вот эту культуру, которая у нас была, мы должны дальше передать, чтобы наше будущее поколение знало о них. У меня дед был муллой, мы жили еще в советское время. И так, можно сказать, никто не придерживался особо канонов ислама. Ислам использовался только в таких обрядах, как имя наречения и во время похорон. И я украдкой подсматривала, как у меня дед читает намаз. И бабушка нам говорила, туда не ходите, дед занят. И мы все время думали, чем же он занят, не слышно, чем он занимается. И украдкой подсматривали, как он намаз читает. И уже постепенно, постепенно, но тогда еще не раз информации как таковой не было. Мы жили в деревне, и интернета не было. Где-то в 10-м, 9-м, 10-м классе я постепенно начала читать книжки. Но они были уже написаны как бы атеистами об исламе. Но стала интересоваться. И постепенно, постепенно, вот уже когда поступила учиться Казанской государственной университеты, там были девушки, которые придерживались ислама. И общение с ними постепенно, постепенно привели к тому, что я начала уже практиковаться, скажем, да, читать намаз, держать уразу. Хотя уразу я держала еще и в школе, но я не знала, как его правильно держать, потому что никто не объяснял к этому времени. И старшие поколения особо не распространялись, ну, как правильно надо держать уразу. Поэтому через интерес, через знакомство с мусульманками. И в последнем курсе, перед госэкзаменами, я решила одеть платок. И параллельно уже обучаясь на пятом курсе Казанского государственного университета, я поступила учиться в Мухаммадью. И вот это, где я могла получить уже правильное, так скажем, знание. И в итоге вот получилось так, что я уже сама преподаю, но преподаю я, конечно, светские предметы, а не религиозные. Вот такой был долгий путь моего прихода в ислам. Как, я думаю, мы должны определить то, что истинно, по мне, это должно быть то, что человек должен остерегаться того, то, что было запрещено, то, что в Коране запрещено, то, что пророк Мухаммедса Аллаху, алейхи салям, запретил. Остерегаться вот этого, это для меня, как мне кажется, это самое главное. И придерживаться того, то, что было повелено. Остерегаться, как нам сказано, от харама, от сквернословия, от тех больших грехов, которые указал нам пророк. И жить так, как советовал, как жил пророк, стараться жить так, как он жил. Ну, конечно, очень сложно, наверное, жить, как жил пророк, потому что, ну, мы себе говорим, да, он жил в другое время, находим отговорки, мы сегодня живем в другом мире. Хоть, хотя бы чуть-чуть от любви к пророку, стараться жить, как он жил. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...